Всем большой привет! Меня зовут Наташа Гром и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас с вами такое видео, которое было когда-то у меня очень давно. Это рубрика, которая почему-то сейчас не снимается, я не знаю почему. В общем, понравилось этой осенью. Итак, в этот раз у меня очень мало саги-косметики, и больше как-то получилось у меня смотреть, читать, чем-то интересоваться. И всё это получалось, потому что я в основном сидела дома, но, в общем, есть о чём с вами поделиться и есть, что вам рассказать. Итак, мне хотелось бы начать с книг, которые, в общем-то, я прочитала. Я читаю очень много, но две книги запали просто вот так вот. И я их прочитала за два дня. Вы только вдумайтесь, за два дня прочитать две книжки, которые, ну, примерно вот такие вот, короче, вот такие вот. Итак, писательницу зовут Яна Вагнер, она написала Ванга Озера. Вонга Озера, по-моему, правильно, Вонга Озера. И продолжение этой книги, которая называется «Живые люди». Ванга Озера — это роман антиутопия, road trip, называйте как хотите, это триллер, причём постмодернистский триллер, и это роман катастрофы, другими словами. Это книга о самых простых людях, на которых настигла катастрофа, в виде пространения гриппа, но об этом сейчас поговорим чуть позже. Изначально автор, который теперь выпускается, начала писать об этой книге ещё в своём блоге, в ЖЖ, в своём авторском блоге, а потом уже из издательства Exmo решила выпустить книгу, которая, собственно говоря, сейчас уже и номинирована на блоге премии, и которая очень крутая, и, собственно говоря, у которой там много своих поклонников, но, поверьте, это настолько крутая книжка, настолько страшная книжка, что когда читаешь её, ты, в общем-то, попадаешь в какой-то другой мир, и тебе реально становится страшно. Книге «Безумно круто» была показана природой социума. В общем, история такая. Люди умирают в течение 5-6 дней от так называемого гриппа. И вакцины нет, и разработать вакцину нереально невозможно. Боролись врачи, грубо говоря, но у них ничего не получилось. Нет продовольствия, нет света, нет электричества. Когда читаешь эту книгу, значит, понимаешь, что заканчиваются продукты, нет возможности купить чего-то, приобрести что-то. Никто никого уже не спасает, кроме группы людей, которые решили изначально, в самом начале этой книги, спасать самих себя. И чтобы избежать этой страшной болезни, они все собираются, закупаются продуктами, закупаются медикаментами, какой-то определенной одеждой. И один из людей, из героев этой книги говорит то, что есть возможность укрыться на острове, который находится в Ванго-озере. Я, наверное, правильно, не знаю, может быть, неправильно произношу это название, но это озеро находится в Карелии, и весь свой путь они начинают с Московской области, так как все живут в загородных домах. Их 11 человек. Они все друг к другу. Либо соседи, либо родственники, либо знакомые, либо просто друзья. И все они хотят выжить. Ну и при этом все хотят не потерять себя как личность. Для того, чтобы была острая такая грань в книжке, автор сюда добавил то, что у одного из героев этой книги есть жена, есть ребенок, есть также бывшая жена и их ребенок. То есть получается двое детей от разных двух жен. И один из героев этой книги также спасает свою жену с ребенком бывшую. Они все отправляются одной компанией. То есть тут такой вот остренький моментик. Он как бы тоже присутствует. Когда ты читаешь эту книгу, у тебя создается такое впечатление, что ты находишься вместе с ними, вместе с этими героями. Ты едешь вместе с ними на машине. Ты помогаешь параллельно этому послованию этой книги в каких-то там ситуациях, потому что там были очень разные ситуации, которые у них возникали по дороге. И в книге настолько круто расписаны сцены, когда там гиблые деревушки, когда города покидают люди, когда находят трупы там. Это, конечно, очень страшно, но это интересно. Вторая часть этой книги, которая называется «Живые люди», это у всего большого повествования. Поэтому я не думаю, что есть смысл читать сначала эту книгу, потом другую. Их надо читать поочередно, по порядку. И во второй книге идёт повествование о том, как они выживали там, как они кушали, как они встретили там некоторых людей, с которыми у них там были приключения. Но я не буду об этом всём рассказывать, потому что... Ну так не будет как бы интересно, и вам не будет интересно, и мне не будет интересно. Если я вам расскажу, а если кто-то захочет прочитать, то смысл этого всего. Этой осенью у меня началась какая-то безумная мания на чехлы для телефона. Я потом хочу снять отдельное видео про новогодние чехлы, потом ещё одно видео про зимние чехлы. Короче, я тут собираю целую коллекцию из чехлов для айфона. Вот, и сейчас хочу вам показать три чехла, которые прям мне очень сильно понравились за эту осень. И они реально очень крутые, серьёзно, они офигенные просто. Ну, как по мне, потому что я такие люблю. Вот, и кстати, почему я их решила ставить в лайки, потому что я сама смотрю видео с чехлами, и они мне очень нравятся. Этот чехол я покупала в срочном порядке, потому что новый телефон был приобретён очень-очень молниеносно. И чтобы не разбить, как свои прошлые телефоны, я взяла вот этот. Он очень милый и красивый, и с котиками. А этот чехол с помпоном мне подарили на мой день рождения. И все спрашивают, удобно ли мне с ним ходить, потому что тут есть и уши, и вот такой большой помпон. Отвечу, да, удобно, и помпон вообще не мешает. Но как оформлен чехол, мне тоже нравится. И... ну и последний чехол, который я хочу вам показать, он сделан в виде мороженого. Тоже чехол мягкий, силикона, очень удобный. И, кстати говоря, это один из самых прочных чехлов, которые у меня сейчас есть. Игра, на которую я действительно подсела этой осенью, он так и называется, Охотники на зомби. И, если честно, мне кажется, этой игрой я достала уже всех своих друзей, потому что я играю где только можно. Дома, гуляя с друзьями, ну и так далее. Охотники на зомби – это очень старая игрушка, и последнее обновление было аж в прошлом году. Она абсолютно бесплатная, но есть возможность донатов. Ироничный сюжет игры делает ее очень уникальным. Он повествует о двух предприимчивых инопланетянах, которые решили заниматься бизнесом. И вот какая у них бизнес-модель. Построить на земле секретные заводы по производству соков, ловить зомби, на заводах выжимать из зомби прибыль, ну это и есть эти самые соки. Далее соки продавать. За счет прибыли покупать новые приспособления для охоты на зомби, это могут быть гарпуны, сетки, пушки. И также построить сеть ларьков, в которых продаются эти самые соки. Создать бизнес-империю себя. Ну и последняя их цель – это создать бизнес-империю имени себя. С каждым уровнем игра становится все интереснее, открываются новые возможности, например, как новые земли, которые открываются с определенными уровнями. Также я хочу выделить в лайки с их то, что... Ну, может быть, кто-нибудь из вас смотрел такой мультик? Мне кажется, такие есть. Но я никогда не смотрела Гриффинов. Никогда не смотрела Гриффинов. Боже мой! Это же серфинг-борд группы The Threshman! Моя любимая песня! Ведь это птица-птица-птица-птица-синица. И я решила посмотреть, и я поняла, что это просто вон лав. Серьезно, это такой крутой мультик. Эй, парень, что за стойкой? А птица-синица! И спуганный ребенок! А птица-синица! Дама в туалете! А птица-синица! Вы же знали про синиц! Да, все на свете знают про птицы-синиц! Прежде всего, мне хотелось бы сказать, что, ребята, это мультик взрослый. Там есть много мата, если вы смотрите, конечно, в нормальном переводе. Там есть много пошлости и много такой жести. А по поводу косметики. Я, скорее всего, сейчас вставлю кусок видео, наверное, один крем, который мне больше всего понравился. Так как я особо сейчас пока не покупаю ничего себе из косметики, то я думаю, что мне есть что вам посоветовать. Это вполне крутой крем от Herbal, который не делает вашу кожу жирной и приятно ложится, имея очень легкую основу. Итак, музыка этой осени. Это новый альбом ATL и Lil Peep. Все знают трагичную историю с Lil Peep, которая случилась буквально неделю-полторы назад. Я просто не знаю, когда это видео выйдет. И я поняла, что у него настолько крутые треки. Причем раньше, во многих сторис, во многих блогерах я слышала его треки. Я слышала треки его раньше, но как-то полностью альбом я не покупала. Я купила альбом на iTunes и поняла, что в нем есть вот такие вот... Такое смешение с рока и рэпа. И оно так здорово ложится все вместе. Мне кажется, что если бы остальные рэперы выпускали такие треки, я бы тоже покупала такую музыку. Я, конечно, считаю одним из таких последних прорывов 2017 года. Ну и еще из, наверное, того, что можно кушать, это чай. Который мне привезли из Турции, когда я показывала, снимала вам видео с турецкими вкусняшками. Чай сейчас я вам покажу и расскажу о нем более подробно. Ну и про чай. Честно говоря, подаренный чай из Турции на упаковке написан как чай из граната. Но если его заварить, то по цвету это самый настоящий чай каркаде. Да, и по вкусу, в принципе, тоже он ничем не отличается. И также хорошо утоляет жажду. И его приятно пить. Как видите, я кладу в кружку, заваривая буквально там под 2-3 листика. И этого вполне хватает. Ну и, конечно, уже по традиции, по очень большой традиции, я очень большой любитель рюкзаков. Вы видели видео про мой день рождения, которое я выпустила в ролике о своем день рождения. Всю осень на своих плечах я проносила вот такой вот рюкзак. И он очень удобный и очень вместительный. В нем всего два отделения. Но сам он необычный из-за вот такой вот детали, как разноцветные шипы. К сожалению, в процессе носки эти шипы слегка подстерлись. Но все так же дополняют прикольную картину этого рюкзака. В комплекте к этому рюкзаку у меня есть пояс. Также из шипов, которые можно пристегнуть к рюкзаку и носить через плечо. Но мне так не нравится, поэтому пояс я просто храню дома. Вот, в принципе, и все то, что мне понравилось за эту осень. Посмотрим, какая будет зима. Я, кстати, не знаю, почему я такие видео раньше не снимала. Может быть, потому что как-то, не знаю, мне нечего было такого вам рассказывать. В общем, грубо говоря, это все мои лайки, которые я хотела вам показать. Жизнь на одной косметике, как бы, она не заканчивается. Есть желание делиться с вами чем-то более таким духовным. Я надеюсь, это видео вам понравилось. Я вас всех очень люблю. Встретимся очень-очень скоро. Очень-очень скоро. Всех целую, крепко обнимаю. Всегда ваша громадажа. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok